Индивидуальность природы Индивидуальность природы Индивидуальность природы То есть люди, которые конкретно резали головы, мочили, и колено левее, священники, которые резали только животных. И своих иногда. И своих иногда, да. Ну то есть они занимались другими. И он мне показал, что, понимаете, в духовной войне, что все есть свои моменты. Но священники, например, они первые вошли в воду, когда Иисус Навин выводил народ, они вошли в воду. Ну то есть, как бы он показал, что вот эта разность, она будет. Но здесь вот нужна вот этот совет, который даст понимание и там, где мы взаимодействуем. Еще такой момент я увидел, что, конечно, когда вот эта разность, это тоже почва, враг, он, конечно же, не дремлет. Враг, конечно же, подкидывает, когда, например, ну Рома он чуть-чуть не такой, значит у него что-то не так. И мы уже смотрим на друг друга не так. И мы, получается, как я открываюсь к обольщению? Я открываюсь к обольщению, когда я сам думаю о других, что они там что-то загоняют. Я, во-первых, открываю двери для обольщения в свою жизнь. То есть он говорит, кто пребывает во свете, тот имеет общение друг с другом. И нет в нем никакой тьмы. А сейчас, когда мы молились, я подходил к причастию, я увидел такой момент, что вот почтение в теле, оно как бы дает вот это, ну как, законное право действия крови. Вот именно почтение в теле, да? Тело и кровь. Что я не понимаю, но я почитаю, я принимаю. И кровь тогда действует. Помните, вы имеете общение и кровь. Это уже зрелость. Да, вот вы имеете и кровь. То есть я это увидел, я прям, знаете, как увидел, что вот как тело, вот мы как части. И вот мы вместе, как бы вот сейчас так держали, знаете, как вот голос крови. Я не знаю, это прям сейчас я пережил, как бы вот, ну как манифестировали, как на руках вот этот огонь, пламя. Это вот эта говорящая кровь об оправдании, а не осуждении. Вот, ну там много местописаний, это вот Ефесянам, вот я где-то неделю читал Ефесянам четвертую главу, а там вот именно об этом. Не буду просто открывать Ефесянам, но в Коринфянам. И такой момент еще вот острый, то что из-за разности звучит много учений различных. Их сейчас много. Ну, я тоже, такое было у меня переживание, что, видимо, в скором времени сам Бог по своей суверенности, он именно сделает первость, так и как звук. Как вот, да, дирижер, например, раз, вот, например, скрипка ведет. Я верю, что вот он сам, он сам Бог проявит вот эту первостепенность вот этого звука в теле священства. Вот этого священства по чину Милхиседека, то, что из вечности. То есть, как бы, есть место всем вот учений, но есть как бы вот то, что оттуда, то, что из вечности уже. То есть, какой-то вот этот момент, я еще не знаю, как это, но вот каким-то образом это будет происходить. И вот хочу евреям прочитать вот седьмую главу, шестнадцатый стих, как раз вот про священство. Он стал священником не по закону, который требовал принадлежности к определенному роду, да. Вот закон, он, он... Ты, ты, Александреевский, а я этот. Мы, ну, закон, на самом деле закон требует принадлежности. То есть, как бы, закону, сам дух закона, он, он как бы разделяет. Но тот, кто вот... А Христос по силе, которая заложена... Ну, да, там, как Дима говорит, сила жизни непростающей. Но вот в этом переводе интересно, что по силе... Мы, кстати, вот это пели тоже вначале. По силе, которая заложена в вечной жизни. То есть, вот этот вечный звук через священство, через вот этот апостольский совет, вот эту мудрость, зрелость церкви, как бы, Бог сам будет высвобождать этот звук, как камертон, который будет... Знаете, вот все тело, все будут понимать, что звучит голос Бога. То есть... И еще такой момент, что вот место вот этим обольщением, вот этим ветрам, которые, да, вот прилипают, знаете, как они прилипают от врага из-за вот этой разности. Когда мы начинаем отделяться, и нам не нужны другие, и как бы враг... И я так увидел, что вот эти прилипающие ветры, как бы, эти учения от врага, они имеют место только до того времени, когда нет вот этого коннекта, общения. То есть, например, мы вот с Ромой в разных мнениях, и мы ждем, чтобы с ним соединиться, пока, ну, ты не примешь мою точку зрения, или я твою. Знаете, вот, мы с ним не общаемся, потому что он, там, речник, а я это другой кто-то. И мы с ним не это самое. Но я увидел вот этот момент, где враг может сеять в заблуждение, он до того момента остается, когда мы просто, мы сначала протягиваем руку друг другу общением. И вот место враг теряет, потому что, да, вот это почтение, уважение, принятие звучит голос крови. И у нас как бы выравнивается уже. Мы видим, где мы соединяемся в чем-то одном, в главном. И тогда наши индивидуальности, они как бы усиливаются, они становятся, ну, как, вот не размытыми, а специфическими. Я это сильно вот на этой неделе замечал, когда вот что-то непонятно, и вот один говорит, он как бы, он имеет одну часть. И пока вот мы не станем общаться, пока я не скажу мое понимание, да, как вот Евангелие, благодати, а другой он говорит вторую часть, и мы начинаем видеть картину общую. Ну, вот как-то, как-то вот... Держи, у меня есть полосы.